Поговорим о космосе. Космос сейчас является, по сути, местом притворения в жизнь самых, что ни на есть, смелых планов. Космос сейчас находится, на мой взгляд, в начальной стадии освоения. Если сравнить с развитием человечества в средние века, когда океаны еще не осваивались, а было каботажное плавание, то есть, начались корабли, ходили вдоль берега. Вот сейчас мы только-только начинаем с эпохой великих космических открытий. И космос будет осваиваться по тем же принципам, по которым осваивался океан. Вообще никакие все эти высокие материи при освоении новых, тем более территорий, абсолютно никогда не имели никакого значения. Он будет осваиваться теми, у кого есть деньги и возможности. И не случайно товарищ Трамп объявил Луну своей собственностью. Там прямо точно так и написано. Я читал этот закон, который он подписал, что Луна является собственностью Соединенных Штатов, и все, что там найдено и будет найдено, это их собственность. Освоение космоса – это Марс в первую очередь. Здесь у меня никаких сомнений нет в том, что Маск сумеет освоить его. В 22-м, в начале 23-го, в это самое окно возможности, оно раз в 4 года примерно, он должен послать туда свой старшип, звездный корабль, и доставить 200 тонн груза с невозвращением назад. Чтобы, когда пойдет в 26-м году корабль уже с космонавтами, там можно было приготовить жилье, завод построить, приготовить горючее и возвратить при необходимости этих самых космонавтов назад. Вообще, Маск в этом плане человек абсолютно уникальный. Он планирует 100 кораблей старшип делать в год, и по 100 кораблей практически в течение месяца отправлять на Марс. Маск заявил, что никакого земного законодательства там не будет, что у него будет собственное законодательство, то есть это абсолютно правильно. Он за свои деньги осваивает Марс, поэтому у него будет собственное законодательство, я думаю, собственные вооруженные силы он создаст. Маск, я думаю, создаст там собственные полицию, и научные кадры, и так далее, и так далее. Маск, как обычно, занялся более серьезным делом. Он занялся терраформированием, то есть он мыслит создать на Марсе климат в течение 100 лет, который будет примерно похож на земной. Маск собирается сделать Марс отправной точкой для освоения Сатурна, пояса астероидов и всего прочего. Космос – это сфера приложения всех сил человечества, но в данном случае человечество разделится на три неравные группы. Это, собственно, субъекты космоса США и Китай, близкие к субъектам страны типа Индии и Японии, которые через 5-10 лет субъектами останутся. Страны, которые, можно сказать, сочувствующие и принимающие участие Англия, Франция, Германия. Битва Китая со Штатами – это ближайшая такая крупномасштабная абсолютная битва, которая сейчас развернется за космос в мире. Так что космос – это наше все. Это, по сути, двигатель прогресса. Двигатель очень тяжелый, очень дорогой, но исключительно интересный, поскольку освоение Солнечной системы – это повестка Дня Человечества. То есть освоение космоса и поиски жизни в космосе для начала в Солнечной системе, а потом везде. Человечество должно жить мечтой. Вот это общество потребления, оно от него уже тошнит всем, даже потребляющим. Это деградация. Я надеюсь, что Россия со временем вернется, отойдет от своего литургического сна, не будет фильмы снимать о космосе и в космосе, а будет заниматься изучением космоса.